Патрик Кинг. Эмоциональный интеллект. Эмоциональная валидация, умение слушать, эмпатия и искусство налаживать гармоничные отношения. В этой книге вы найдете всесторонний глубокий анализ человеческого поведения с точки зрения социальной психологии и сможете понять себя и окружающих вас людей. Давайте посмотрим правде в глаза. Большинство проблем, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, связаны не ситуацией, а с человеком, стоящим перед вами. Будь то родитель, брат или сестра, коллега или даже близкий человек, в общении с ними может возникнуть непонимание. Это разумно и нормально. Но что, если бы вы могли научиться понимать людей, их мотивы и намерения, и в конечном счете, как лучше с ними общаться? Это задача Патрика Кинга, основываясь на результатах новейших научных исследований, показать вам дистиллированный эмоциональный интеллект, который помогает вам понять, почему люди делают то, что они делают. Эмоциональный интеллект сочетает в себе природный инстинкт человека, анализировать свои и чужие потребности с навыками в этой области, которые принесут вам желаемый конечный результат. Лучшие отношения, высокую самооценку и уверенность, самопонимание и самодифференциацию, а также общую удовлетворенность и счастье. Глава первая. Главное препятствие к реальному общению. Глубокая связь между людьми – это цель и результат осмысленной жизни. И она будет вдохновлять самые удивительные акты любви, великодушия и человечности. Мелинда Гейтс Каждый из нас делит эту планету с 7,8 миллиарда других людей. Действительно, только задумаемся на минутку. 7,8 миллиарда человеческих существ, и все абсолютно уникальны. Все от рождения и до смерти играют роль в эпической саге, где есть любовь, страх, перемены, вражда, надежда. И вы – один из них. И лишь горстку из этих 7,8 миллиарда вы любите и цените. Но еще есть те, с кем и на кого вы работаете. Те, кто может способствовать вашему процветанию достижениям. Те, кто нуждается в вашей помощи и ваших уникальных дарованиях. А еще те, кто бросают вам вызов, давая такой стимул к развитию, какой вы и вообразить не можете. Несмотря на то, что мы живем как сельди в бочке, имея массу возможностей для взаимодействия, сегодняшний мир так устроен, что всячески подкрепляет иллюзию разобщенности. Порой мы ощущаем полнейшее одиночество, получая свой уникальный опыт, когда кажется, что единственная наша обязанность – защищать собственные узконаправленные интересы, добиваться материальной обеспеченности или заботиться о своем эго перед лицом враждебного и незаинтересованного мироздания. И все же, в моменты наивысшей уязвимости мы вспоминаем то, что действительно имеет значение – глубокую связь между людьми. Если нужно назвать одну единственную способность, гарантирующую более счастливую и успешную жизнь, так это умение налаживать отношения с другими людьми, проявляя сочувствие и настрой на сотрудничество. Будь то члены вашей семьи, друзья, коллеги или романтические партнеры, нет ни единой сферы жизни, которая не изменилась бы к лучшему, когда вы научитесь лучше ладить с другими представителями человеческой расы. Пожалуй, плохие взаимоотношения подвергают самому серьезному риску общественное здоровье. Безадекватной коммуникации мы не сможем быть родителями, любить, руководить бизнесом, проводить переговоры, да и вообще вести осмысленную жизнь в дружеских, семейных и общественных кругах. Коммуникация – не что иное, как ткань, связывающая воедино все наши 7,8 миллиарда. В этой книге мы рассмотрим практические способы, которые помогут вам стать человеком, располагающим к себе, умеющим хорошо общаться и имеющим осмысленные и продуктивные взаимосвязи с окружающими. Хотя, возможно, сейчас это представляет для вас определенную сложность, хорошие новости заключаются в том, что все мы способны научиться налаживанию связей и взаимодействий. Ты против меня или мы вместе против проблемы? Однако начнем мы все-таки с того, что стоит у нас на пути, мешая быть теми сострадательными, эмоционально грамотными людьми, каковыми мы мечтаем быть. Но если люди стремятся улучшить отношения, почему же этого так трудно добиться? К сожалению, наш мир настроен на культивирование эгоизма, соперничества и воинственности. При этом мало где дают практические и теоретические знания о том, как налаживать сотрудничество с себе подобными. Но первый шаг к тому, чтобы стать лучше, это признать, что именно в наше время не срабатывает. В этой книге мы вернемся к ряду ключевых концепций, сдвигов в мышлении, которые лежат в основе нашего подхода к улучшению взаимоотношений. Вот, наверное, самая главная и простая из концепций — правильное ведение спора. Представим семейную пару, которая каждые несколько месяцев затевает одну и ту же ссору. Жена чувствует, что работающий муж эмоционально ею пренебрегает и отодвигает в сторону. Ее страх нарастает, пока в конце концов не выплескивается наружу. Жена заявляет «Я чувствую себя нелюбимой», а он слышит «Ты меня не любишь, ты поступаешь неправильно». Муж занимает оборонительную позицию и начинает объяснять, как много работает ради нее же. Разве она не испытывает благодарности? Она что, считает себя совершенством? Тогда жена еще сильнее ощущает отсутствие любви. Можно приводить бесчисленные примеры этих утомительных и старых как мир ссор, которые миллионами разгораются по всему миру. Возможно, и вам доводилось таким образом выяснять отношения. У всех этих ссор есть одна общая черта. Другой человек позиционируется как враг. Он против вас. Многие из нас настолько автоматически переходят в режим боевых действий, что в буквальном смысле не способны представить другой вид взаимодействия. Если у вас разногласия, разве это по логике не превращает другого человека в вашего противника? Ответ – нет. Эксперты по коммуникациям понимают следующее. Всегда есть вы и другой человек, вместе работающие над проблемой, а не вы и он, которые действуют друг против друга. Цель разговора – ни в коем случае не выявить победителя, но добиться гармонии, взаимосвязи и понимания. Смотрите на себя, как на партнеров в танце, а не в боевых искусствах. Просто заведите привычку говорить «мы в одной лодке» и увидите, как это моментально настроит вас обоих на мышление в духе сотрудничества. Когда вы с кем-то налаживаете отношения, здоровая коммуникация ориентирована на защиту и поддержание связи, а не на то, чтобы повредить другому человеку, обвинить его или выяснить, кто герой, а кто злодей. Этот последний подход похож на танец сальса с партнером, когда вы соперничаете друг с другом, кто быстрее доберется до конца музыкальной композиции. Это не только бессмысленно, но и вряд ли доставит кому-то удовольствие. Разногласия или конфликт не обязательно объявление войны другому человеку. В случае семейной пары из приведенного примера оба могут инициировать подвижки в решении проблемы, осознав, что и тот, и другой любят друг друга, что они на одной стороне. Жена любит мужа и хочет проводить с ним больше времени. Муж любит жену и хочет ее обеспечивать. Прекратив смотреть один на другого как на источник проблемы, они оценят по достоинству сей фундаментальный факт и выдвинут его на передний план. Не оборона и нападение, но работа командой. Не вина или стыд, но честное определение проблемы и совместные усилия по ее решению. Не ты и я, но мы. Ваш враг не другой человек, а то, что стоит на пути вашей взаимосвязи. Не победитель и проигравший, но победа или поражение на двоих. Зачастую люди затевают горячие споры, потому что в глубине души ощущают угрозу для себя. Их не любят, не слышат, не уважают. Их одолевает страх получить отказ, попасть в неловкую ситуацию, не соответствовать ожиданиям других. Подобные страхи, возникшие вследствие неудовлетворенные потребности, могут быть столь сильны и всепоглощающи, что на время затмевают нужды в гармоничных отношениях. Но тут мы совершаем ошибку. Такое мышление с нулевой суммой заставляет верить, что либо мы получим желаемое, либо желаемое получит другой. Таким образом, ощущая, что нам недостает понимания или любви, мы исходим из предпосылки, что необходимо это забрать у другого. Желая оказаться правыми, мы считаем, что нужно заставить другого ощутить свою неправоту. Разумеется, в здоровых отношениях любого рода добрая воля, любовь и уважение не то, чего нужно добиваться сбоем. Каждый может быть прав. Или, с другой стороны, двое людей могут иметь различные мнения, но это само по себе не проблема и не повод для драки. Эмоциональная дискуссия часто окрашена тонами идущего изнутри недоверия или страха. Когда вы говорите «мы команда», это помогает развеять подобные ощущения и направить ситуацию в сторону возможного решения. Однако, говоря о решениях, стоит заметить, что есть два уровня, на которых обычно проходят подобные разговоры. Первое – предметное содержание. Второе – эмоциональное содержание. Предположим, один из друзей опаздывает на встречу, а второй сердится. Они ссорятся. Предметное содержание разговора – этот факт опоздания. Но они могут долго спорить, почему все же один из них опоздал, сколько раз это случалось прежде. Хорошо опаздывать или плохо. Но если спор превращается в сражение между друзьями, выяснение того, кто виноват, за кадром остается эмоциональное содержание. Один обижен, а второй не ценит дружбу так сильно, как первый. Бывают выяснения отношений на 100% предметные. Люди постоянно возвращаются к мелким деталям, потому что не обращаются к эмоциональному содержанию проблемы. В следующий раз, когда будете с кем-то спорить, сделайте паузу и задайте себе несколько основополагающих вопросов. Вы пытаетесь защитить и вывести ваши отношения на новый уровень или доказать, что вы победитель в споре, то есть вы правы, а другие нет? Возможно, вы неосознанно или сознательно позиционируете другого человека как нападающего или врага. Может, вы целиком сфокусировались на собственной точке зрения и принуждаете другого человека ее принять, вместо того, чтобы прийти к компромиссу. Каково эмоциональное содержание данной ситуации? Споры – естественная часть жизни. Мы способны таким образом управлять ими, что можем инициировать дистанцирование и страхи, а можем использовать их как возможность для собственного личностного роста и укреплять узы, связывающие нас с другими людьми. В разгар споры часто возникает искушение выставить себя жертвой, возложить вину на других, замкнуться в глухой обороне или проявить агрессию. Даже если вам удастся таким образом победить в споре, в конечном счете вы проиграете. Очень важно сознавать собственные эмоции и понимать, неважно, сколь они сильны или неприятны, это не меняет того факта, что вы и другой человек – единая, крепкая команда. Если у вас возникает желание сражаться, увидите фокус внимания от другого и обратите его на минуту на себя. Спросите, что мешает вам увидеть в другом человеке союзника и партнера. Копните вглубь и, очень возможно, увидите там неудовлетворенные потребности. В последующих главах мы поговорим о том, как удовлетворить эти потребности, не делая другого человека неправым или обязанным поменять свою точку зрения. А пока что достаточно будет просто напомнить себе, что разногласия, трения, обиды и непонимания – это нормально. А в чем тогда заключается хорошая новость? Мы можем не соглашаться с кем-то и все же общаться, проявляя сострадание и уважение. Задача любой коммуникации – поддержать здоровую и счастливую взаимосвязь, а не в том, чтобы выбить у другого почву из-под ног, победить, настоять на своем, обвинить, заставить признать вашу правоту или оправдаться за то, что взяли вверх. Соотнесите свою осознанность с первой задачей, и разногласия перестанут угрожать отношениям. Исходите из того, что люди делают все возможное. С подобным сдвигом мышления тесно увязана способность предполагать благородное намерение. Спусковым крючком перехода в состояние войны является предположение, что на вас нападают. Подобно мужу из нашего примера, вы видите угрозы и обвинения там, где их нет. Вы реагируете на воспринимаемую угрозу, а не на реального человека перед вами и эмоциональное содержание проблемы, которые он пытается вам транслировать. По сути, это порождает формат разговора, когда ваше эго, защитный механизм психики, сражается с эго другого человека. А пока ваши темные сущности сталкиваются в ожесточенном поединке, более уязвимые истинные сущности, непризнанными, прячутся под спудом. Предполагать благородные намерения у людей лучше, чем сомневаться в них, хотя да, многие отношения коренным образом улучшились бы, делая люди лишь одно это. Всегда делайте сознательный выбор. Рассматривайте любые взаимодействия с другими человеческими существами в духе справедливости и добросердечия. В сегодняшнем мире средства массовой информации непрестанно бомбардируют человечество образами страха и ненависти. Может показаться, что мир — враждебное и неуютное место, и относиться к нему необходимо прежде всего с недоверием. Но, тем не менее, это будет актом принципиального мужества. Осознанно видеть в других хорошее и самим руководствоваться честными и благородными намерениями. Исходить из благородных намерений — это способ проявить высшие моральные качества по отношению к чьему-либо поведению. Если вы ведете себя с достоинством, честью и добротой, то, естественно, ждете этого и от других, и способны вызвать такое же ответное отношение, инициируя эффект домино-возможностей, возможностей быть хорошим человеком, который действует в гармонии с другими, также настроенными людьми. Вместо того, чтобы видеть в доброте нечто, что требуется заслужить, выманить или отобрать у вас, проявите щедрость духа и начните с доброты сами, по умолчанию. Тогда вы продемонстрируете видение, которое побудит других проявить лучшее в себе. Подобная открытость ума будет транслировать другим ваше доверие и добрую волю, откроет возможность для коммуникации и побудит взаимодействовать с вами на равных, как достойные партнеры. Да, все мы способны видеть в других врагов, но почему не ожидать лучшего и от себя и от них? Если вы поймали себя на горьких мыслях о человечестве в целом или не доверяете окружающим, попробуйте себе напомнить, что люди в целом хорошие.